Всем привет! У нас сегодня 3 декабря. День у нас солнечный, но достаточно холодный. Утром у нас было 3 градуса. Мороза не было, но очень близко к тому. Такая вот погодка. Не знаю, как у вас. Но такое свежее-свежее утро. И я вот решила с вами поделиться своими покупками, то есть рассказать, что я вчера приобрела в магазине, уже давно всем известно, Экшен. Это, повторюсь для тех, кто новый на моем канале, это магазин с очень низкими ценами. Там вы можете купить практически все от инструментов. Вот у меня муж недавно ездил туда за отвертками. Вы можете купить крекеры, вы можете купить посадочный материал, средства по уходу за растениями. Также вы можете купить товары для кухни. И вот сейчас я вам хочу показать, что же я вчера там купила. Считаю, очень-очень удачные покупки сделала, очень приятные, все нужно, ничего лишнего. Итак, начнем. Ну что вот здесь вот самое яркое? Вот такой набор луковиц тюльпанов я купила из 12 штук. Хочу, правда, сказать, наверное, они поменяли поставщиков, потому что раньше были в два раза дешевле упаковки цветов. В основном они продают луковичные только цветы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы. Вот такие в основном были. Сейчас это стоит в два раза дороже, но опять-таки здесь и по 12 луковиц, вот тюльпаны. А раньше я покупала, там было, по-моему, то ли 5, то ли 7, ну, в различной упаковочке. Вот за это я, по-моему, евро 80 заплатила, но это все равно гораздо дешевле, чем в садовых центрах. Вот такой вот, такой папуэри хотелось. Не раньше как-то брала, а очень красивые тюльпаны вырастают из этих луковиц, такие яркие-яркие такие пятна в саду получаются, мне очень нравится. Ну, вот что еще, вот съестные тут уже у меня вот сразу лежат. Вот я брала перед этим, очень понравились орешки кишью, правда, это соленые, но очень вкусные. Соли немного и такой хорошей обжарки они. Не помню, сколько они стоят, но это дешевле, чем в обычном супермаркете. И вот очень вкусные, рекомендую, вот это Snack of the World, вот такая марка. Вот такие, это соленый попкорн в шоколаде. Очень вкусно, давно их не было, я как-то в прошлом году брала, попались, всем очень понравилось. И вот я их опять увидела и взяла. Тут же, понимаете, приближаются все эти праздники, то есть будут вечером, есть больше вот всяких вот таких вкусностей. Ну, поэтому запасаемся, так сказать. Вот такие крекеры тоже вот очень мне понравились. Скажу, что они были в двух или в трех вкусах. Вот эти вот морская соль и вот такие мы уже открыли с чесноком. Вот поэтому я вам сейчас покажу, как они выглядят. Ну, крекеры как крекеры. Ну, они, конечно, такие вот, вот такие побольше, видите, немаленькие. Вот у меня уже сегодня дочь попробовала, взяла в школу даже с собой. Очень вкусные, тоже рекомендую. Они, по-моему, по одному евро, то есть то ли 99 центов, то ли, по-моему, то ли 98, ну, тут уже не столь важно. Вот такие печенья тоже, опять-таки, вы можете видеть, это та же фирма. Раньше я их не видела, вот сейчас появились. Вот посмотрите, ботер-кук, бисквит. Вот, и вот они были с разными наполнителями. Я взяла с малиновым, были с шоколадом, с вишней. Вот такие вкусняшки. Дальше вот такие красивые, ну, кашпо, горшки, как вы их назовете. Вот посмотрите, какие они не очень большие. Вот сколько тут в диаметре, наверное, сантиметров 16. Ну, мне очень-очень понравилось. Вот мне как раз, я купила базилик вчера в супермаркете, такой уже в горшочке. И вот у меня не было свободного горшка, куда его поставить. Вот как раз он вписывается. И вот посмотрю, как он станет. И там были еще серые, такой благородный серый цвет. Вы знаете, сейчас моден серый цвет. И он мне очень подходит. Вот, осталось довольно. 2,50, по-моему, он стоит. Дальше. Вот такая тут меня сын натолкнул на эту мысль электрической. Перечница, да, вот такой. Ну, она на батарейках, естественно. И вот мне попалась, сразу же мне попалась, вот такая она темно-серая. Смотрится почти черная, но она темно-серая. И стоила она недорого. И решила взять попробовать. Потому что столкнулась последнее время с тем, что не вижу, сколько перца я насыпала. Вот такой мелкий у меня тоже такая, ну, просто механическая перечница такая, мельничка. И как-то вот, что-то я не увидела хорошо, а это с подсветкой. Вот, что очень хорошо. Ты можешь легко увидеть, сколько перца, да, сколько специй. Ну, это может быть и соль или другие какие-то специи. То есть, будет поступать в блюдо, чтобы не переборщить. И еще одна покупочка. Вот такая свеча. Я случайно где-то на просторах русского интернета увидела, что к нам идет год стальной, серебряной или металлической крысы. И вот попала вот на такую свечу. Мы здесь свечи зажигаем очень часто, и особенно в зимнее время. И вот, допустим, для Рождества будут красные свечи. Ну, вот увидела эту, она мне так понравилась. Я, собственно, ее взяла бы так или иначе. Тоже люблю такие вот зимние свечи. Она, видите, она такая вот теплый такой цвет шампанского, знаете, вот свеча. И такой вот металлический немного перламутровый оттенок. И вот, думаю, вот как раз она подойдет, так сказать, для встречи Нового года. То есть, вот взяла еще вот такую свечу. Были они еще и такие розоватые. Ну, как-то розовые, ну, как-то никак. Это может быть к Пасхе туда. Да, а сейчас вот такая. И вот все это у меня здесь лежало на таких плейсматах. Тоже вот увидела. Очень они мне понравились. И я решила, почему бы нет. Еще и посмотрите, с надписью такой. И самое главное, мне нравится их качество. У меня сейчас вот, которые, собственно, сейчас уберу. Они тоже вот такого качества. Это очень удобно. Я не люблю вот эти вот всякие льняные или какие-то сеточки в дырочку. Это только, знаете, вот для декорации, только для защиты, так сказать, стола. Но когда вы их потом убираете с этими крошками, вот все это забивается. Я видела у некоторых людей, как они становятся вот, ну, просто неприглядными. То вот такого качества, вот видите, вот крошечки упали. Вы это взяли тряпкой, все смели. Или же, опять-таки, вымыли их моющим средством. Прекрасно. Но их вот, кстати, мыть гораздо меньше нужно. Потому что в основном это крошки, да, их смахнул и все. А вот во все эти сеточки, плетения, все это забивается. И те приходят быстрее в такой неприглядный вид. А эти вот они такие. Взял ее одной рукой, да, вот так вот. И, пожалуйста, отнес. И все прекрасно вытер. Так они еще и к тому же двусторонние. Вот посмотрите. Та-дам! И вот, пожалуйста. Тоже будет хорошо смотреться на белой скатерти. Есть у меня такая черная с люрексом, с таким серебром скатерть. Тоже будет красиво смотреться. Но это именно вот такая. Очень-очень мне понравилась. Симпатичная. И хорошего качества. Что немаловажно. Ну вот, собственно, и все. И все мои покупки, которые я сделала. Ну и тем не менее, хочу сказать, что магазин экшн становится тоже дороже и дороже. Я, правда, купила еще кое-что. И я вам покажу. Ну, купила это я под заказ, так сказать. Вот такую розетственскую инсталляцию я еще приобрела под заказ. Буду отправлять. Вот проблема в том, как это все упаковать. Потому что очень-очень такая фрахил. Ну, как это сказать? Очень легко сломать. Очень много деталей. И вот я очень долго не могла купить. Потому что постоянно был какой-то дефект. Они стоят, вот видите. Они так не очень благоразумно открыли эти коробки. Это красиво. Можно все увидеть. Но магазин такой, что там очень большая пропускаемость народу. И все это стоит очень открыто. И часто, конечно, там дети, да и люди взрослые могут что-то повредить. Она вот, конечно, очень интересная. Она достаточно дорогая. Покупала я ее в магазине экшн. А видела точно такую же, ну или похожую, не совсем такую, в садовом центре, в отделе всех этих рождественских вот таких декораций. Она стоила там в три, а то даже и в четыре раза дороже. Ну, она, конечно, вот так она смотрится менее привлекательно. Но посмотрите, на что она способна. Посмотрите, и посмотрите. Вот что. Видите? И, конечно, в вечернее время, посмотрите, летящие олени с сантой, да? И вот такая уютная картинка. Где-то в горах. Какая красота. Конечно, это будет украшением в рождественское время в вашем интерьере. А у кого есть еще и маленькие дети, то это вообще завораживает и привлекает их внимание. Ну, теперь проблема, как это все упаковать, чтобы это все хорошо доехало в целости и сохранности. Видите, здесь еще не одна мелодия, их несколько. Ну что, вот так я упаковала. Посмотрите, вот такие у меня такие мешочки, которые надутые, так сказать. Вот так она выглядит. И поставлю я это все еще в коробку и подпишу стекло. Надеюсь, конечно, что все это доедет в целости и сохранности. Упаковала, вот видите, они такие не прижимаются. Ну, конечно, если сильно нажать, то он лопнет. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Еще обложу газетами. То есть, надеюсь, все доедет. Но вообще, впредь, больше такие заказы брать не буду. Если идет изначально товар в хорошей защитной упаковке, брать такие заказы не буду. Но, надеюсь, эта инсталляция принесет море удовольствия этой семье, где она окажется. Субтитры сделал DimaTorzok